а всем привет с канала brim team и сегодня у нас маленький обзорный ролик по силикону он скажем так будет относиться как бы продолжением ролика про оснащение где я показывал как раз как оснастить двойником офсетником и джиг головкой сегодня просто рассмотрим разнообразие приманок которые есть у нас и которыми мы пользуемся также разделим их на две группы съедобные и несъедобные начнем вот у меня здесь даже вот так сделаем чтобы было лучше видно это столбец лаки джона то есть начнем наверное от большой и дальше пойдем с маленькой сделаем немножко неправильно это минога 4 3 дюйма щучья судаковая приманка съедобная как и весь лаки джон то есть она аттрактированная то есть она имеет запах и внутри имеет что-то вроде кристаллического сахара либо соли как раз таки что служит приманивающим эффектом у съедобного силикона очень большая то есть при моих габаритах она выше точнее длинше моего указательного пальца очень большая эффективная по щуке приманка двухцветная в цвете арбуз наверно сразу тогда мы перейдем к вот такой маленькой приманки потому что на того же цвета это та же расцветка это твистер небольшая приманка на окуня также съедобная единственное наверное ее минус это недолговечность именно вот этого играющего хвоста потому что он по сравнению с основной частью тела очень тонок и тот же окунь имея свою пальцы очень быстро откусывает хвост и приманка перестает анимировать далее идет приманка для микро джига это тиога два и два дюйма в цвете вот таком коричневым с черными точками я к сожалению сейчас мало помню какие цвета но вот такой цвет то есть по стайн мог у него очень эффективный вибро хвост далее идет это для нано джига это приманка микрограб от лаки джона также оснащается исключительно в мармышинге либо если найдете маленький микроджиговый крючок то громовый либо чуть больше чебурашкой далее идут у нас всякие тараканы букашки это типа ослиных ушей что-то вроде кальмара приманка хэгги хук хорошо работает также по стайному окуню по отдельным особям но используют также в микроджиге для ловли спортивного окуня далее почти такой же цвет только чуть темнее это рок-клоу это то есть рачок который очень хорошо проработан имеет именно вот клешни тельцы усики то есть проработанные исключительные такая же по эффективности как хэгги хук они примерно стоят на одной так сказать позиции или вершине и далее у нас идет бакси шет это чья-то личинка цвет зеленый пупкин вот этот именно оснащается под офсетник все-таки джиг головка наверно а если крючок толстый то порвет его потому что приманка в отличие даже от миноги и от вот этого твистера тело намного мягче естественно тоже съедобная далее две вариации это ларва личинка стрекозы и лобстер от фанатика цвет 007 и 008 по мнению многих рыболов это самые рабочие цвета фанатика также это никакие не рыбки а именно сделано под речную фауну силикон оснащается офсетником также потому что отличительная особенность фанатика он хоть и очень уловистый но он очень мягок и очень подвержен всякому физическому воздействию поэтому быстро приходит в негодность отсюда и такая цена то есть за 6 таких стрекоз от 95 до 110 рублей в отличие от вот этих вот миног где за 6 штук цена может доходить там до 370 4 или или 420 рублей далее идем это виброхвосты я к сожалению не могу сказать сейчас вот эту фирму или тут она написана где-то но это чем-то похоже на релакс либо на манс даже скорее всего на манс это уже не съедобный силикон идет именно его отличие от съедобного в том что он жесткий он уже и под джиг головку и под очень широкие из толстой проволоки обсетники не рвется можно а трактировать самому под любой запах и отличительная черта что силикон очень выносливый просто в разных размерах и расцветках далее идет фирма ланкер сити это вот такой коньячно черный потом зеленый пупкин также и такой блестящий с синими вкраплениями твистера также съедобный силикон у ланкера если мне не ошибает если мне не изменяет память плавающие приманки тоже что-то по ним сказать особенное сложно в отличие от того же фанатика и локи джона рабочие судаковые приманки далее наверное штатив чуть-чуть переместим и обратим внимание на вот эти вот приманки здесь также я собрал столбец одинаковых абсолютно приманок это твистера одной компании не могу сказать я даже не знаю тут вроде никаких маркировок нет что это за твистера чьи они но это несъедобные и отличие у них только в расцветке это можно их оснастить под офсетник и просто перекидывать их в травяной местности потому что размер вроде бы как щучий даже то есть на них уже не позарится скорее всего тот окунь который мелкий который стоит в стае а уже такие отдельные особи вполне могут на это клюнуть особенно вот такой вот цвет сделанный под машинное масло и наверное последнее это у нас интересная вот такая личинка чего-то либо сопля какая-то от компании Волжанка ребристое тело которое максимально анимирует приманку маленький твистерок на конце который очень хорошо откусывается кстати и головка для проникновения как раз микро джигового крючка приманка также для микро джига и оставшиеся у нас это ослиные уши также вот эти две не могу сказать какая это фирма они уже очень давно единственное вот это жемчужный цвет похожий цвет это наверное у фанатика какой-то там 017 вроде бы жемчужный несъедобный жесткий силикон он выдерживает джиг головку то есть не рвется вот этот очень хорошо тянется то есть допустим вот смотрите приманка от хвоста до головки берем растягиваем примерно в 15 см допустим этот тянется так же возьмем миногу минога не тянется мы ее только порвем то же самое как и вот эти твистера они жесткие баксишет мы так же мы можем чуть-чуть его подрастянуть но мы его только порвем и вот такая большая приманка исключительно наверное щучья либо какой-нибудь трофейный окунь под килограмм ослиные уши сделано наверное опять таки под какого-то кальмара ребристая для максимальной анимации тут потому что четыре хвоста полностью подвижное тело лучше конечно за счет того что тело ребристое оснащать офсетником оно кстати у меня было уже оснащено вот здесь даже отверстие от крючка она вроде как эффективная но не была разловлена и если мне не изменяет память то это вроде бы компания компания Ю наверное которая американская у них вроде такого рода приманки есть но она съедобная жалко видео не может передать запах потому что допустим ароматика у Аки Джона как правило это кальмар либо креветка а здесь что-то даже от мыла то есть такой спорный по вкусу запах ну вот это были все приманки которые мы используем которые мы кидаем пытаемся разлавливать к сожалению со спиннингом у нас пока не особо получается дружить но в этом сезоне собираемся активно на него ходить особенно делать упор на джик потому что силикона как сами видите огромное множество и следовательно нужно учиться учиться и ловить трофеи чего и вам желаем а так ставьте лайки смотрите наши видеоролики вступайте в группу вконтакте там всегда новости может быть скоро мы устроим конкурс подписчикам до новых встреч конкурс я Продолжение следует...